Добрый день! Мы как раз с друзьями на эту тему только что говорили, что действительно в жизни очень много пропускаются ошибки, которые потом они ведут не тем последствиям, которые бы хотелось бы, если положительнее. В свое время, в 2007 году, господин Толмачник сделал проект «От Ореха». Приготовился, я все подготовил землю, так получилось, эффективным причинам пришлось отказаться. В 2008 году я сделал другой проект, на этот же участок земли 8 гектаров. Под сливу. Посадил сливу, но судьба меня свела с Николаем Федоровичем. Посадил я, так же, как и вы, такой семинар. Пришел к выводу, что надо садить орех. Значит, я выдержал немножко сливу и посадил уже в сливе орех. То есть слива у меня была посажена раньше на год. Это был 2009 год. Но я посадил, не слушал никого, может, по ошибке, не знаю как, но посадил 15 на 20 расстояния между ними. Сегодняшняя ситуация. Значит, слива на четвертый год мне уже дала урожай. Я делал две зеленые обрезки летние. Это очень эффективный метод. Ускоряет плодоношение на один год. Это уже доказано. В прошлом году 7 гектаров у меня был урожай 140 тонн сливы. Очень солидный урожай. Орех идет прекрасно. Дал первый урожай позапрошлым. Вот он, ну, незначительный, показал. В прошлом году уже нормально, более-менее. Так как, ну, говорит, пятый год, шестой год, это ему соответствует. Что хотелось бы, как говорится, желающим это дело делать, сказать, какая есть недоработка в этом плане. Значит, посадил я сливу кабардинку и селень. Ну, как бы для опыления. Получилось так, что я кабардинки посадил где-то 2,5 гектара, 1500 штук. Сегодня, по всем причинам, знаете, и политическим, и экономическим, приходится от нее отказываться. Потому что третий год она нерентабельна абсолютно. Цены на нее нету, то есть упала. Я ее сейчас, наверное, образом срезаю. Хорошо, что кудом ухотел, если куда девать, открывать. Тоже, кстати, кто имеет саду, покупайте. Котлы на твердом топливе. Путь, первое, говорится, отапливаться без ущерба. И без улыбки. Но, учитывая вот эта схема, то есть я к чему? К тому, что они делаются, всегда делаются к наилучше. Благодаря вот этой схеме 15 на 20, я снимаю кабардинку, я сейчас хочу посадить туда абрикос. Да, не будет только листу, но будет где-то на 200-300 штук. То есть вот эта совместимость двух плодовых деревьев, орех, слива, абрикос, оно друг другу, говорится, не мешает, дает возможность не уйти в убыток, который можно было понести. В штате, если бы я ничего там не имел, и убрал вот сейчас кабардинку. В убыток капитальный. Поэтому начинающим хочется сказать то, что орех, прекрасная вещь, не требует больших, будем говорить, материальных затрат. Это первоначально, говорится, определился. Все, я имею в виду дальнейшую. Обработка, формировка не так сложно. Это можно научить любого человека, главное желание. Ну и вот эти заполнения, все же таки, оно рентабельно. Потому что я собираюсь угрожать сливы в четвертый год. Слава Богу, особенно с 7 дней. У нас уходит нормально, по 5 дней в среднем. Ну, прошлый год был, наверное, в барбину, в обратном смысле слова. Ну, что сделать? Ситуация такая, что... А в целом нормально. Поэтому всем желаю успеха. Думаю, что... Я посадил подживудский или скиносов. Прекрасно себя не чувствует. По опрыскиванию проблем нету, одинаково. Но одна бы еще один момент. Все-таки уплотнение надо делать немножко. Я посадил сливу 5 на 3. И получилось расстояние между сливой и орехом. Древе, надо убирать своего слива. Потому что вижу, что орех чуть-чуть... Ну, площадь питания, вы сами понимаете. Уменьшилась благодаря. То есть тут уже кажется, что надо немножко пожертвовать деревьям и слив. И дальше все пойдет в другую. А так все прекрасно. Поэтому успехов всем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!